Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 18 декабря вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Цены на пшеницу продолжают снижение. Регионам дали скидки на минеральные удобрения. Наделы фермерских хозяйств выросли вдвое. Эти и другие новости далее в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экспортные цены на российскую пшеницу. Вы видите на экране, какие оценки дают разные аналитики. По данным Совэкона, на внутреннем рынке цена на пшеницу третьего класса упала до 15 200 рублей за тонну, на пшеницу четвертого класса до 15 100 рублей за тонну, самовывозом для европейской части России. Несмотря на то, что цены на ФОБИ уже начали снижение, пошлина, которая, напомню, отстает от рыночной динамики где-то на полтора месяца, продолжает расти. С 15 декабря ставка составила 91 доллар за тонну пшеницы. Таможенные пошлины, недостаточно высокие, по мнению растеневодов, цены на внутреннем рынке, привели к отставанию в экспорте зерна. С начала сезона по 8 декабря вывезено 16 миллионов тонн зерна, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Из них 13,7 миллиона тонн пришлось на пшеницу, что также на 38% ниже уровня прошлого года. Рынок продолжает гадать, сколько зерна правительство России разрешит вывести во второй половине сезона. Напомню, что с 15 февраля 2022 года в России будет введена квота на экспорт зерна, и в СМИ звучат разные прогнозы относительно ее размера. В начале декабря источники говорили, что экспортерам позволят отправить за рубеж 14 миллионов тонн, включая 9 миллионов тонн пшеницы. Однако теперь Интерфак сообщает, что в ходе обсуждения первоначальные ориентиры были снижены. Новый прогноз – 11 миллионов тонн зерна, включая 8 миллионов тонн пшеницы. Россия начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Тогда эта мера была экстренной. Счетчик включили 1 апреля. В 2021 году квота уже не была сюрпризом. Ее рассчитали заранее и ввели 15 февраля. Объем ее составил 17,5 миллиона тонн. Нововведением будущего года 2022 станет то, что отдельно в квоте будет выделен лимит на пшеницу. На этой неделе в сети появился интересный и неоднозначный документ – постановление правительства России номер 2234, которое позволяет региональным властям заключать соглашения с производителями удобрений на поставку их продукции по льготной цене. Соглашения могут быть заключены с теми компаниями, которые возьмут на себя обязательство поставлять на внутренний рынок азотные удобрения по ценам, сложившимся в мае-июле 2021 года на условиях «Франкозавод», без учета налога на добавленную стоимость транспортных расходов, затрат на перевалку, хранение и упаковку. Удобрения по фиксированным ценам могут быть проданы сельхозпроизводителям или дистрибьюторам, но при условии, что торговая наценка дистрибьюторов составит не более 5% от цены производителя. Соглашения будут действовать до 31 мая 2022 года. Признаемся, нам пока не очень понятно, как будут работать такие соглашения. Главное, что предстоит сделать аграрию, чтобы через свой региональный минсельхоз получить удобрения по льготной цене. Мы направили соответствующие запросы в органы власти Юга России и надеемся в ближайших выпусках рассказать вам подробности. Ну а пока сообщим, что Российская ассоциация производителей удобрений заявила, что не обсуждает с правительством идею сдерживать цены весь следующий год. Речь идет о фиксации только до мая 2022 года. Впрочем, владелец Уралхима и Уралкалия Дмитрий Мазепин сказал журналистам, что правительство сделало намек о возможной фиксации цен до начала 2023 года. Впрочем, удобрять посевы можно не только химическими, но и органическими удобрениями. Мы не будем гадать, подтолкнула ли к этому конъюнктура рынка или другие соображения, но Минсельхоз и Минпромторг стали обсуждать возможность перерабатывать в удобрения пищевые отходы, еду из ресторанов, просроченные продукты. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам изучить этот вопрос и доложить ей. Глава российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что просроченные продукты и отходы общепита, которые были накоплены раздельно, можно высушить и они станут не только удобрениями, но и высококачественным сырьем для кормов, для домашних и продуктивных животных. Кроме того, из отходов, как уже было сказано, можно делать компост. Однако нормативная база РФ не позволяет этого делать. Минсельхоз, в свою очередь, прокомментировал газете «Известия», что даже с таким традиционным органическим веществом, как навоз, есть сложности. Его можно сделать удобрением, но обращение с навозом регламентирует более 50 федеральных законов и подзаконных актов. Двойственное толкование этих документов приводит к тому, что при оценке экологической безопасности ферм иногда возникают разночтения, которые, к сожалению, для сельхозпроизводителей заканчиваются крупными штрафами. Еще к вопросу об органике. Власти Краснодарского края намерены разработать меры административной ответственности для аграриев, которые нарушают закон о плодородии почвы. Эта идея возникла у чиновников в связи с тем, что в главной житнице стороны стало снижаться содержание гумуса. Министр сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности Кубани Федор Дирека заявил, что рекордные урожаи любой ценой нам не нужны, поэтому сохранение черноземов – вопрос стратегически важный. По словам Диреки, за последние 10 лет содержание гумуса в почве в регионе снизилось с 3,9% до 3,6%. Если раньше аграрий вносили в почву 10-12 тонн подстилочного навоза на гектар, то сейчас этот показатель менее тонны. Сохранять плодородие можно и другими способами, например, сеять сидираты или многолетние бобовые травы. Кстати, в 2022 году Минцельхоз Краснодарского края будет субсидировать аграриям затраты на сев сидиратов, так что помимо штрафов есть возможность получить еще и какие-то субсидии. Росстат вовсю готовится опубликовать первые результаты сельскохозяйственной переписи, которая прошла в августе этого года. Кое-какими данными замглавы ведомства Константин Лайкамо уже поделился с журналистами. Например, в 2021 году по сравнению с 2016 годом в два раза вырос земельный банк фермерских хозяйств. Точную цифру чиновник не назвал, но если 5 лет назад в среднем на КФХ приходилось 248 гектаров, то теперь, вероятно, на дел вырос до 500 гектаров в среднем по России. А еще в стране стало больше личных подсобных хозяйств, в некоторых регионах даже на 10%. Лайкамо назвал ЛПХ важным звеном продовольственной безопасности, ведь граждане производят, оказывается, до трети всей сельскохозяйственной продукции в стране. Кстати, в следующем году правительство обещает дать господдержку ЛПХ. До сих пор государство ЛПХ никогда не поддерживало, если не брать во внимание отдельные региональные программы. Правда, чтобы получить финансовую помощь из бюджета, гражданам придется зарегистрироваться в качестве самозанятых. Среди производителей животноводческой продукции на господдержку в первую очередь смогут рассчитывать производители молока, отметил министр Дмитрий Патрушев. Всего в бюджете на следующий год заложено 285 миллиардов рублей на поддержку отечественного АПК. Почти половина этой суммы, 130 миллиардов, будет направлена на малые формы хозяйствования, то есть фермерам и личным подсобным хозяйствам. По традиции закончим выпуск хорошей новостью. Правительство выделило более 9,5 миллиарда рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. Это поможет просубсидировать более 28 тысяч льготных кредитов. Допфинансирование было выделено в связи с тем, что Банк России в этом году несколько раз повышал ключевую ставку. Соответственно, деньги для банков становились дороже и росли ставки, например, у коммерческих кредитов. Ставки льготных кредитов останутся благодаря дополнительному финансированию в тех же пределах, до 5% годовых. И дай бог каждому хозяйству этим льготным кредитом воспользоваться. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что поддерживаете наш канал переводами, лайками и комментариями. Если у вас будет желание высказаться, напишите в комментариях, как изменился ваш земельный банк за последние 5 лет. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. .